Михаил Девятаев, известный своим дерзким побегом из плена на захваченном вражеском самолете, по праву считается одним из выдающихся героев Великой Отечественной войны в России. Однако история не всем таких героям была благосклонна. Некоторые, как Владимир Москалец, Пантелеймон Чкуасели и Арам Карапетян, которые также сбежали из немецкого плена на самолетах, в итоге оказались в тюрьме. Эти три летчика покинули немецкий аэродром на трех самолетах одновременно. Этот случай кажется фантастическим, но всех троих впоследствии осудили как преступников, приговорив к десяти годам в лагерях, несмотря на их побег. Владимир Москалец был старшим лейтенантом, который с начала войны атаковал колонны вражеской техники. В начале 1943 года он перешел с бомбардировщика СБ-2М на П-2. В марте того же года его самолет был сбит с зенитной установкой во время атаки на аэродром Алакурти, он был ранен, но успел катапультироваться. Очнулся в госпитале для военнопленных, а затем оказался в тюрьме Таллина и лагере Ангербург. Пантелеймон Чкуасели и Арам Карапетян, служившие на устаревших бомбардировщиках и переученные на Ил-2 в 1942 году, также попали в плен. Первого сбил миссер Шмидт, второго – зенитка. Арам, удивительно, выжил после крушения, попал в госпиталь для военнопленных и в тот же лагерь Ангербург, где уже находился Пантелеймон. К счастью эти трое летчиков, не знавшие друг друга до плена, нашли общий язык и решили вместе планировать побег из лагеря при первой же возможности. В конце 1943 года из «За нехватки летчиков» у немцев была сформирована первая восточная эскадрилья из советских военнопленных. Это предоставило уникальный шанс перелететь к своим. После многочисленных раздумий и моральных колебаний, друзья решили присоединиться к этому подразделению, поскольку полковник Роа Виктор Мальцев предложил им это лично. Эскадрилья была переведена в Двинск и начались полеты на немецких самолетах «Эрада-Эйр-66С» и «ГТ-ГО-145А». Немцы не опасались побегов, так как самолеты заправлялись минимальным количеством топлива. Тем не менее, друзья установили контакт с партизанкой Тосей Куракиной, планируя перелететь к партизанам, но вскоре эскадрилью переместили на аэродром в Лиде. Здесь трое друзей выполняли разведывательные полеты над местами базирования партизан и опасались момента, когда их заставят бомбить эти цели. В этот критический период Карапетян вступил в открытый диалог с водителем грузовика Ованесом Тополяном, который регулярно доставлял песок на немецкий аэродром. Карапетян показал ему расположение лагеря народных мстителей и вскоре Ованес тайно переправил в партизанский отряд более 20 пленных. Он также сообщил партизанам о планах друзей на побег. Связная Шура Виноградова передала Карапетяну просьбу командира Морозова регулярно информировать о планах врага, включая дни налетов на базы. Время тянулось, но Морозов так и не давал согласия на перелет. Между тем, немцы задействовали трех друзей в бомбежках партизанских баз, но летчики сбрасывали бомбы мимо целей, в болото, позволяя партизанам заранее эвакуироваться из под удара, так как они были предупреждены о налетах. Наконец 2 июля поступило согласие на перелет. Только аэродром к тому времени стали усиленно охранять, ведь на нем базировались 30 юнкерсов и мессершмиттов. Времени на рулежку могло и не быть, поэтому беглецы решили взлетать поперек взлетной полосы на бипланах. Все три самолета были двухместные, что позволило взять в побег еще трех человек. Взлетели с огромным трудом, особенно Чкаусили. Чтобы запутать следы, полетели на запад, потом на юг и лишь затем взяли курс на восток. Сажать самолеты пришлось, где придется. В итоге с трудом, но сели, повредив при этом два трофейных биплана. Десять лет лагерей. Сбежавшие друзья влились в состав легендарной бригады «Неуловимые». Она была создана в 1941 году НКВД под Москвой, а затем совершила рейд в Белоруссию. Летчики наравне с остальными бойцами сражались с фашистами и ликвидировали полицаев. Однако в ходе операции «Багратион» Красная Армия освободила Белоруссию, а беглецов доставили на самолете в Москву. Все они сильно волновались, но в глубине души верили, что их за героический побег простят и наградят. Не поверили и не простили. Дознаватели не учли, что на службу к немцам они пошли с целью перехода к своим. Поэтому 17 марта 1945 года трибунал приговорил каждого из них к десяти годам лишения свободы. Карапетян отсидел семь с половиной лет, а двое других еще больше. После освобождения им пришлось пережить много унижений, так как их считали предателями и не брали на работу. Но Карапетян продолжил бороться за свое доброе имя и честь друзей. 23 марта 1959 года их реабилитировала коллегия ВСССР, установив, что бойцы изначально хотели перейти на сторону РКК. Как итог, в авиацию смог вернуться лишь Пантелеймон Чкуасели. Да и то лишь в качестве диспетчера в Кутаисском аэропорту. Немного о справедливости. Девятаев не изменил родине и не перешел на сторону фашистов, поэтому не подвергся репрессиям. При этом его очень долго проверяли, а звезду героя он получил уже при Хрущеве в 1957 году. В свою очередь Москалец, Чкуасели и Карапетян пошли на сотрудничество с фашистами и перешли на сторону врага. Более того, они все же летали бомбить партизан, а это измена родине, статья 58, 1а. Считаю, что по законам военного времени их осудили совершенно верно, ведь из-за меньшей многим грозил расстрел. Понравилось видео? Не стесняйтесь ставить лайк и делиться своим мнением в комментариях. Не забывайте, что эти простые действия влияют на развитие канала. Спасибо за внимание и всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok